Привет, YouTube! Это The Rock'a и главные новости из мира технологий за прошедшую неделю в этом выпуске. Сколько стоит туристический полет в космос? Очки от укачивания спасут путешествия. Новый безрамочный iPad и планшет от Samsung готовятся к анонсу. Apple представила новые MacBook'и и новые умные часы Galaxy Watch от Samsung. Да, конечно, наша видеонеделя. Поехали! Яндекс получила разрешение на выпуск смартфона под названием Яндекс.Телефон. Информация об этом устройстве появилась после регистрации на сайте Евразийской экономической комиссии. Пока никаких подробностей об этом телефоне нет, кроме того, что производство будет развернуто в Китае, а работать смартфон будет, вероятнее всего, на чистом Android с сшитыми сервисами Яндекс. NVIDIA совместно с Университетом Альто и Массачусетским технологическим институтом представили новую технологию, способную очистить изображение от цифрового шума. Вернее, это даже не технология, а искусственный интеллект. Он способен очистить любую фотографию от шумов, и для этого ему даже не нужен чистый образец. Более того, нейросеть способна убирать не только шумы, но и надписи и даже водяные знаки. Вот это полезная фишка. Если верить прогнозам аналитиков NPD Group, этот год будет очень успешным для консолей, и лучшей среди них станет Nintendo Switch. На данный момент лидер рынка Sony PlayStation 4, но ожидается, что уже в четвертом квартале на первое место выйдет именно Nintendo. И все благодаря выходу новых игр, и, конечно же, не в последнюю очередь из-за мобильности, которую дает Switch. Кстати, наш обзор этой консоли можно посмотреть по ссылке в описании. Французский Citroën придумали гаджет, который упростит жизнь людям со слабым вестибулярным аппаратом. Это очки от укачивания, которое называется Citroën. Игра слов от английского «си», то есть видеть и название Citroën. Очки предназначены в первую очередь для путешествий по земле, то есть на автомобиле или поезде. Они состоят из четырех колец, каждый из которых имеет камеру с синей жидкостью по окружности. Жидкость движется в двух плоскостях – фронтальной и сагитальной, и имитирует линию горизонта, обманывая таким образом мозг и компенсируя слабый вестибулярный аппарат. Эта технология носит название Boarding Ring, а разработана она была специально для моряков. Да, очки выглядят немного необычно, но они позволят спокойно читать или смотреть видео в движении, то, чего люди, которых обычно укачивает, позволить себе не могут. Испытания показали, что такая, казалось бы, простая технология эффективна на 95%, а эффект достигается уже после 10 минут в этих очках. Цена, правда, немного может смутить – 99 евро. Но за возможность спокойно и безболезненно путешествовать некоторые из нас отдали бы и больше. Очень тихо и без лишнего пафоса Apple обновила свои ноутбуки MacBook Pro 13 и 15. Обновления затронули память, процессоры и клавиатуру. Правда, проблему с залипанием клавиш, по всей видимости, так и не решили, но Apple заявляет, что клавиатура стала тише. Теперь все новые MacBook Pro работают на чипах Intel Core 8-го поколения, а MacBook Pro 15 может быть оснащен процессором Core i9. В сумме производительность 15-дюймовой версии подросла до 70%. Выросло и количество возможной памяти – до 32 ГБ оперативной и до 4 ТБ SSD. Кроме этого, в новых MacBook Pro с TouchBar появится отдельный чип Apple T2, отвечающий за работу с TouchBar, Siri и датчик отпечатков. Он позволит сделать работу с ноутбуком еще безопаснее, а голосового помощника теперь можно будет вызвать фразой «Привет, Siri», как это реализовано в iPhone. Но, пожалуй, главное обновление коснулось экрана, и без того отличный ретинодисплей с на стиле технологии True Tone. Это автоматическая система регулировки баланса белого, которая подстраивает дисплей под окружающее освещение и изменяет температуру свечения экрана. Если производительности MacBook вам покажется мало, то Apple предлагает внешнюю карту в боксе Blackmagic eGPU. Производит ее австралийская компания Blackmagic, а преимущество ее в том, что в нее уже установлена карта Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти. Карта подключается к Mac по Thunderbolt 3 порту, ну и продаваться будет эксклюзивно на сайте Apple по цене в 699 долларов. Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, создателю Amazon, поделилась с Рейтер с планами по отправке туристов в космос. Запуск туристов может проводиться на корабле New Shepard, вместимость которого 6 человек. Аппарат будет поднимать людей на высоту 100 километров от Земли, вследствие чего пассажиры смогут испытать и невесомость, и увидеть искривление нашей планеты. Фактически такой полет не может называться космическим, потому что его высота до 100 километров, а это значит, что такая прогулка будет иметь статус суборбитального полета. Дело в том, что все, что находится до линии Кармана, а это как раз 100 километров от Земли, то есть в верхних слоях атмосферы, еще не считается космосом. Тем не менее, билеты на такие полеты от Blue Origin начнут продаваться уже в следующем году по цене 200 тысяч долларов, и есть подозрение, что покупать их будут. Конкурент Blue Origin, компания Virgin Galactic, при такой же стоимости уже распродала кучу билетов, в том числе звездам вроде Леди Гаги или Анжелины Джоли. А вы бы отправились в космос? Или вы из тех, кому еще надо заплатить, чтобы он о таком подумал? На прошедшей неделе появилась информация сразу о двух новых планшетах, которые должны представить в обозримом будущем. Во-первых, Samsung готовит обновленный Galaxy Tab S4. Популярный инсайдер Evan Blast даже опубликовал рендеры нового планшета. Если верить этим изображениям, то внешне новый Tab S4 изменится не сильно, а вот стилус поменяется существенно. Изменилась как форма кнопки, так и сам дизайн пера, и появился LED-индикатор, то есть стилус будет иметь встроенный аккумулятор и, вероятно, как и в случае с Galaxy Note 9, получит поддержку Bluetooth. Изменится и размер экрана. Вместо 9,7 дюймов будет 10,5. Работать новинка будет на прошлогоднем процессоре Snapdragon 835. Планшета будет 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Также слухи обещают новую 13-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную. Во-вторых, другой инсайдер, Веня Гескин, поделился рендерами нового iPad с 11-дюймовым дисплеем и очень тонкими рамками. Визуальная разница с iPad Pro 10 и 5 очень существенная. Рамки действительно тонкие, насколько это возможно, а сам дисплей скруглен по углам. Но если хорошенько приглядеться к этому рендеру, то можно увидеть, что у планшета нет кнопки Home. То есть разблокировка, по идее, будет реализована с помощью Face ID. Неясно, будет ли в новом iPad Pro True Depth камера, но управление жестами отчасти в планшетах Apple уже реализовано. Когда ждать новый планшет от Apple и Samsung, Apple может показать новый iPad на сентябрьской презентации, либо в ноябре на отдельном мероприятии. У Samsung же впереди две презентации, одна 9 августа в Нью-Йорке, но там, скорее всего, покажут только новый Galaxy Note 9. А также у компании, скорее всего, будет отдельное мероприятие в начале сентября в Берлине на IFA 2018. И вот там новый планшет действительно могут показать. Кроме планшета на IFA 2018, Samsung может анонсировать и свои новые умные часы. Но самое забавное, что речь идёт не о Gear S4, наследнике довольно популярных умных часов Samsung, а о новой модели Galaxy Watch, которые якобы будут работать на Wear OS, операционке от Google. Часы получат новый, более ёмкий аккумулятор и датчик артериального давления, то есть акцент в новинке будет сделан на здоровье. Означает ли выход новых Galaxy Watch, что Samsung полностью откажется от собственной операционки Tizen OS? Скорее всего, нет. Есть информация, что компания готовит и вторую версию Gear Sport, которая работает как раз на Tizen. Выход Galaxy Watch может означать желание Samsung расширить линейку носимой электроники и создать премиальную версию часов, имя которых будет ассоциироваться с флагманскими смартфонами компании. Кстати, Samsung уже зарегистрировала название часов и есть примерный логотип, а главной фишкой Galaxy Watch может стать умный помощник Bixby. Именно он будет отвечать за голосовое взаимодействие с часами, и это странно, потому что часы на базе Wear OS штатно работают с ассистентом от Google. В общем, ждём новых подробностей или уже самого анонса, чтобы разобраться с новыми часами Samsung. Кстати, говоря про часы, нельзя не отметить рендер новых Apple Watch Series 4. Внешне они, судя по всему, не изменятся никак, но вот дисплей серьёзно увеличится и получит скругление по углам. Кроме этого, новым Apple Watch обещает датчик артериального давления и новый дисплей на Micro-LED, технология от самой Apple. Уже в следующем году Adobe запустит полноценный Photoshop для iPad. По мнению издания Bloomberg, представят новый кроссплатформенный редактор уже этой осенью на ежегодной конференции Max. Главный покреатив-клауд в Adobe Скотт Белски подтвердил, что такая сборка программы действительно будет, но никаких подробностей не дал. Это логичный шаг как для Adobe, так и для Apple, который уже довольно давно пытается донести, что iPad может заменить компьютер. Правда, пока всё это подтверждалось только изменениями в интерфейсе, а теперь пришло время и для полноценных программ. Именно наличие правильных приложений делает устройство профессиональным или нет, а iPad, на котором можно полноценно редактировать фотографии или работать с изображениями, понравится многим мобильным дизайнерам. Более того, Adobe работает над полным пакетом программ из Creative Cloud для iOS-устройств. Обещают, что мы можем увидеть премьер или даже иллюстратор на iPhone. Правда, пока нет никаких точных сроков. Но появление полноценного Photoshop может сильно изменить игру на рынке. Правда, должно пройти какое-то время для обкатки программы на планшете, и тем не менее мы всё увереннее вкатываемся в постписи Arrow. Кикстартер недели – уникальный проект Swings Bluetooth Ear Rings от компании Scandi Electronics. Это серьги, а по совместительству беспроводные наушники. Современный мир устроен так, что даже самые безумные и криповатые проекты могут получить свой шанс. Вот и серьги Swings выглядят очень странно, и к ним есть куча вопросов, но идея ведь просто потрясающая. Scandi Electronics утверждает, что Swings могут проработать до 5 часов от одной зарядки. У наушников есть и чехол со встроенной батареей, что позволит их быстро подзарядить. Только вот снимать их каждый раз будет чуточку сложнее, чем AirPods. Сегодня Swings можно заказать за 129 долларов, а если они попадут в продажу, то будут стоить уже 179. Правда, всё-таки сомнительно при живых-то AirPods и их обновлённой версии, которую могут показать этой осенью, да и куча других интересных решений, что наушники-серьги за 179 долларов найдут много покупателей. Тем не менее, ссылочку на эти серьги-наушники оставим в описании, вдруг вам интересно. Вот, собственно, и всё. Это были главные новости уходящей недели. Не забывайте, что ещё больше интересного можно найти на нашем сайте TheRocca.com и в наших социальных сетях. Ну а теперь пришло время видео-недели, и сегодня это вторая часть фильма «Угнать за 60 секунд». Теперь это «Угнать за 30 секунд». Четверо молодых парней за 30 секунд вынесли из Apple Store в Калифорнии техники на 27 тысяч долларов. Это TheRocca. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok